Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Продолжаем в рамках библейского портала экзегет рассматривать четверо Евангелия. Сегодня поговорим о первой главе Евангелия от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Вот первых три стиха первой главы Евангелия от Марка. Мы видим, что в самом начале стоит слово «начало Евангелия». И первое, наверное, мы должны ответить на вопрос, что здесь мы должны понимать под Евангелие. Вообще термин «евангелион» достаточно древний, и у древних греков он обозначал отклик души на радостную весть. Но с течением времени, когда иудеи распространяются по греко-римскому миру, которые были достаточно ревностными в деле распространения своей веры в единого истинного Бога, этот термин начинает приобретать уже так называемый мессианский окрас. И под этим термином начинает пониматься непосредственно та радость, которую вернет человечеству, пришедшей в мир Мессия. Ну вот в эпоху Христа Спасителя, и это, пожалуй, самое важное, этим термином «евангелие» или то, что Господь сам называл как «евангелие», мы должны именно обозначать дело, само дело спасения. То есть вот то дело спасения, которое совершает Господь, это есть для древних «евангелие». И в этом смысле мы имеем самым главным евангелистом нашего Господа Иисуса Христа. Так вот, получается, что началом «евангелия» или началом самого спасительного дела нашего Господа, Сына Божия, является проповедь Иоанна Крестителя, который выходит для того, чтобы подготовить людей к принятию Мессии и, конечно, к принятию того очень важного учения, который Мессия принесет. Мы видим, что в самом начале своего «евангелия» Марк именует Иисуса Христа Сыном Божиим, и это очень важное свидетельство о божественном достоинстве нашего Господа. Дальше сдается ссылка на двух пророков, которые указывали за несколько столетий до пришествия в мир и Христа Иоанна Крестителя то, что проповедь нашего Господа будет предваряться проповедью его предтеч, который будет подготавливать народ. Ну и вот здесь, конечно, те пророчества, которые приводит «евангелист Марк», они могут быть понимаемы в символическом смысле, особенно пророчества Исаии, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». У святых отцов говорится о том, что, конечно, пустыня — это сердце человеческое, что стези кривые — это те лукавые пути, по которым ходит человек, и сделать стези Господу в своей пустыне выпрямить — это значит смириться, значит, через смиренно мудрее принять то, что приносит человечеству Спаситель. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои». Вот здесь мы видим два очень важных аспекта, которые были возложены на Иоанна Крестителя. Во-первых, он исповедовал грехи, то есть люди ему исповедовали грехи. Во-вторых, он крестил народ. Конечно, сразу следует заметить, что то крещение, которое совершал Иоанн Креститель, оно не было сакраментальным действием, оно не было таинством. Это был обряд. Действительно, Иоанн погружал в воду, но перед тем, как в воду погрузить, как омыть телесную, если можно так сказать, скверну человеческую, человек призывался осознать свою греховность, то есть прийти в сознание то, что он греховен. Но, и, пожалуй, важно это заметить, что крещение Иоаннова отпущение грехов не давало. Об этом говорят все святые экзегеты. То есть в данном случае оно только подготавливало к тому крещению, которое приносит Христос. Святитель Иоанн Златоуст скажет попросту. Иоанн располагал верующих людей во Христа, искать Христа. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Ну, вот первое замечание в шестом стихе об одежде Иоанна Крестителя, то есть это одежда из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. Все это, конечно, свидетельство предельного аскетизма, который имел Иоанн Креститель. Но, с другой стороны, по объяснению толкователей, это и именно свидетельство покаянного расположения духа, которое Иоанн Креститель также имел и считал для себя его иметь необходимым и постоянным. Говорится о том, что Иоанн Креститель ел акриды и дикий мед, то есть получается все, что можно было найти в пустыне, этим он питался. Под акридами иногда понимают вяленую саранчу, который обиловала пустыня. Это был действительно такой не портящийся, надолго хранящийся под палящим солнцем белковый продукт. Хотя иногда под акридами понимают и вяленые стручки тех или иных акаций. Но в любом случае мы говорим о том, что и питание Иоанна Крестителя было крайне скудным. «Проповедовал Креститель, говоря, идет за мною сильнейшее меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Ну вот здесь, разбирая Евангелие от Матфея, мы об этом упоминали и скажем еще раз, что в древнем мире должностью последнего раба у господина была именно должность по развязыванию и подвязыванию сандалий, а также по ношению обуви за господином. И вот мы видим, что Креститель не находит в себе возможности и способности утверждать, что он даже на эту должность перед идущим за ним сильнейшим способен. Хотя символически вот это «развязать ремень обуви его» обозначает по объяснению, ну в частности, блаженного фиолакта следующего. Иоанн развязывал греховные ремни у людей, но развязать ремень обуви у его, то есть у Спасителя, он не имел необходимости, поскольку Господь был безгрешен. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Вот здесь, мне кажется, можно еще раз остановиться на этом выражении Крестителя. Что стоит за выражением «он будет крестить вас Духом Святым»? Вообще, тот греческий термин, который стоит в подлиннике, как мы знаем, чаще всего переводится «омывать через погружение». То есть под словом «крестил» мы должны понимать омовение. Итак, «я омыл вас водою», то есть омыл с вас телесную скверну, а он будет омывать вас Духом Святым. То есть понятно, что омовение будет духовное, омовение будет омовением духовной скверной, которая есть непосредственно наши грехи. То есть в утверждении Крестителя он будет крестить вас Духом Святым, и заключается самая простая мысль. Он очистит вас от грехов ваших. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с невесты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но вот здесь мы находим очень важное свидетельство того, что когда Господь выходил из воды, тотчас разверзлись небеса, и Дух в виде голубя снашел на него, и раздался голос «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Конечно, по учению церкви это было первое не такое прикровенное богоявление, Бога, именно как Бога Троицы, который мы находили, ну, допустим, в книгах Ветхого Завета. Здесь толкователь обращает внимание на то, что на Иисуса нисходит голубь. И вопрос, зачем, по налогу, снисхождение голубя на Господа. И большинство из них отвечает, что в силу того, что в глазах народа, который находился на берегах Иордана и наблюдал за этим событием, все-таки Иоанн Креститель был в глазах народа выше, и многие даже о нем думали, не Мессия ли он, то сошедший голубь на Иисуса указал, кому относится раздающийся с небес голос «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть голос относился непосредственно к нашему Спасителю. Хотя справедливости ради следует здесь как бы обозначить, ну, такой драматизм ситуации. Сын возлюбленный для Иудея, современного Христу, не значило то, что это есть тот, кто является носителем божеской сущности. Вообще, Сын возлюбленный, в котором мое благоволение непосредственно и в прямом смысле слово указывало, конечно, на мессианство Иисуса. Но мессианство и божественное достоинство все-таки это разные вещи. «Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Вот Евангелие от Марка отличается предельной краткостью повествования об искушении Иисуса Христа в пустыне от дьявола. Мы знаем, что подробно описывают то, как оно проходило евангелисты Матфей и Лука, Марк только дает кратчайшую характеристику, но и здесь мы можем тоже найти достаточно важное для нас свидетельство. Ну вот, во-первых, немедленно после того, то есть после крещения, дух ведет его в пустыню. Вообще греческий термин, если переводить дословно вместо слова «ведет», мы должны были бы поставить «выталкивает» буквально в пустыню для того, чтобы искуситься от дьявола. «Был со зверями, и ангелы служили ему». «Был со зверями», с одной стороны, конечно, указывает на дикость пустыни, на мужество нашего Господа, который находился с дикими зверями в пустыне, проводя там и ночи, и не только дни. С другой стороны, конечно, это есть очень мощное свидетельство того, что Иисусу повиновались звери. Подобно тому, как они повиновались Адаму в раю, но еще до грехопадения, Господь повелевал зверями, которые имели искаженную сущность грехопадением, но, несмотря на это, все равно звери не причиняли вреда Господу. Ну и по поводу ангельского служения, замечает евангелист Марк, это важное свидетельство, свидетельство как раз божественного достоинства нашего Господа, потому что ангелы, конечно, служат только Богу. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Ну вот здесь мы в этом небольшом отрывке с 14 по 15 стихи опять встречаем этот термин Евангелие, Царствие Божие, ну и призыв нашего Спасителя веровать в Евангелие. Ну если мы понимаем под Евангелием то, о чем сказали вначале, это само дело спасения, то, конечно, Господь призывает каждого человека верить в то, что спасение для нас им принесено. Слово «покайтесь»? Ну, можно много рассуждать о смысле этого слова, на что оно указывает, но, пожалуй, самое главное, на что обращает внимание толкователь. Вообще этот призыв для современных Христу иудеев был неожиданным. Они не знали, в чем им нужно измениться, считая себя праведниками, считая, еще раз скажем, необходимыми, но и достаточными условиями для вхождения в Царство Мессии, по сути, только два. Это сродство по плоти от Авраама и это исполнение дел закона. И когда Господь говорит «изменитесь», то есть «покайтесь», то мы можем поставить вопрос ребром, в каком смысле измениться. Ну, и можем ответить, конечно, здесь словами учения Церкви о том, что истинное покаяние — это есть очень важный процесс изменения, когда человек в центр своей жизни или в эпицентр своей жизни ставит любовь ко Христу, а не к себе. Если этого не происходит в жизни, то как бы ни каялся в своих грехах человек, ничего не произойдет в деле его спасения. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус, идите за Мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». «И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним, и пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». Ну вот это описание Евангелия от Марка первых учеников нашего Спасителя. Мы говорим о том, что это две двоицы, это Симон или Петр и Андрей, это Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его. Ну, по сути дела, Евангелие дает очень простую характеристику этим братьям. Они рыбаки, они закидывают сети, но очень важно, что по зову Христа они все оставляют и следуют за Господом. И вот этот такой, ну, конечно, мужественный шаг, который они берут на себя, можно сказать, Марк ставит во главу угла в деле следования за Христом. Конечно, существует и определенная проблема так называемых первых учеников, поскольку в Евангелии от Иоанна, даст Бог когда-то об этом можно будет сказать, мы найдем свидетельство о том, что по-другому и впервые ученики с Христом познакомились. В первой главе будет говориться о том, что Иоанн Креститель увидит, увидев Иисуса, укажет на него как на Арнце Божий, и за ним последует Андрей и Иоанн. И пробудут целый день с Господом. Потом будет призван Симон Андреем, потом появится Филипп, Нафанайл. В данном случае вот это соотношение тех первых учеников и здесь первых учеников, о которых мы здесь в Евангелии читаем. Ну, святитель Иоанн Златоуст предполагает, что все-таки вот то, о чем здесь говорит евангелист Марк, это не первая встреча учеников с Христом. Ту, имея первый опыт общения согласно Евангелию от Иоанна, ученики запомнили, приняли что-то от Христа. Потом прошло определенное время, и вот здесь они непосредственно уже свободны волеизъявлением, находясь на берегу Галилейского озера, после предложения Христа следовать за ним, все оставляют и идут за Господом. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав, громким голосом вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это, что за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности и в Галилее. Вот это первое чудо, которое мы находим в Евангелии от Марка, и примечательно обратим на это внимание, это чудо исцеления бесноватого человека. Скажем еще раз, что в Евангелии от Марка больше всего чудес именно по изгнанию злых духов из человека. Но важно, что Евангелист Марк сначала дает замечание о том, что Господь учил в синагоге людей. И само по себе учение, которое люди слышали, оно так ложилось на сердца людей и слушателей, что они не могли противиться этому учению. Он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Толкователи говорят, что слово Божие — это слово, приправленное даром благодати. Оно согревает сердце человека. И поэтому человек противиться ему не может, чувствуя интуитивно, духовной интуицией ту справедливость, которую в этом учении Господь открывает. Но как нередко это делал Спаситель, для утверждения истинности того учения, которое он произнес, он попускает совершиться чудо. Чтобы человек засвидетельствовал истинность учения той силой, которая была проявлена именно в чуде, в данном случае по изгнанию беса из человека. Мы видим, как ведет себя бес. Он кричит, что тебе до нас Иисус назренин. Называет Господа назренином, но потом добавляет, знаю тебя, кто ты, святой Божий. То есть мысль, конечно, лукава вот такова. Хоть ты и происходишь из незнатного города, хоть ты и сын плотник, хоть и тебе и говорят, что ты друг мытарям и грешникам, я отца и винопийца, я знаю, что ты истинный Мессия. То есть святый Божий, причем в греческом термине на это обращает внимание блаженный Феофилак. Употребляется определенный артикль, который указывает на исключительность того, что он есть святой Божий, то есть истинный Мессия. Вот в данном случае все это свидетельствует нечистый дух. Но мы видим реакцию на это спасителя. Он запрещает духу говорить в принципе правду, откровение истинное. Почему он это делает? Когда-то мы рассуждали о том, что Царство Божие не нуждается в проповедниках с нечистыми устами, во-первых, но во-вторых, и, пожалуй, это самое важное, нечистые духи, они знают больше о мире, о духовном мире, чем знает человек. И поэтому их откровение, которое они совершают над человеком, оно несет в себе духовное насилие. Человек должен свободным волеизъявлением принять то, что Иисус есть истинный Мессия. А принятое откровение через духовное насилие над собой, оно ни к чему доброму привести не может, поскольку Царство Божие — это Царство Любви и Царство Свободы. Ну и еще святитель Афанасий Великий обращает внимание на то, что таким наименованием, таким исповеданием знаю тебя, кто ты, святый Божий, лукавый и льстит, в данном случае Христу, хотя сам до конца не знает, кто перед ним. Тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричал громким голосом, вышел из него. Господь попускает вот этому случиться для того, чтобы показать, насколько силен дух, что он мог бы сделать с человеком, если бы не божественная десница, которого и в этом состоянии беснующего человека хранила. А люди ужасаются и спрашивают, что это? Ну, по сути дела, здесь уже косвенные утверждения мы находим со стороны людей, что они осознают, что перед ними величайший пророк, который и есть тот, о котором говорили пророки, который и есть истинный Мессия. И вот эта молва о нем расходится по всей окрестности в Галилее, конечно, молва, как о истинном Мессии. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Ну, вот краткое замечание о втором чуде, которое совершает Господь, это исцеление тещи Петровой. Конечно, она страдала горячкой и лежала в изнеможении. Естественно, даже если бы вылечить тещу можно было обычными способами, это был один из видов лихорадки, то даже после исцеления человек долго очень приходит в себя, его отпаивают, откармливают, и не сразу он встает на ноги. Но здесь мы видим, что она тотчас встает и начинает служить Господу. Вот здесь толкователь обращает наше внимание на что? Ну, во-первых, то, что Христос по просьбе одних исцеляет других. Для нас это очень важно, поскольку мы постоянно за кого-то молимся. С другой стороны, мы должны обратить внимание, теща встает и служит им, то есть, ну, помогает им покушать, служит при трапезе. Это выражает расположение тещи ко Христу. И поэтому здесь мы тоже можем увидеть указания косвенные на то, за кого мы можем молиться. Самое главное, чтобы человек не был против Христа, чтобы он не противостоял ему, а может быть в силу своей неразумности или в силу неполного знания о том, кто есть Господь наш Иисус Христос, по крайней мере, не противился тому учению, которое находит в Евангелии. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Ну, вот в данном случае здесь упоминается наступление вечера, когда заходило солнце. Дело в том, что само по себе чудо исцеления бесноватого совершалось в субботу. Господь с точки зрения фарисейской закон хранения субботы нарушал, а люди нарушить субботу не могли. Но когда наступал в субботу вечер, то есть наступали следующие сутки, поэтому первый день после субботы, и поэтому уже можно было работать и совершать исцеление, соответственно, поэтому люди шли по заходе солнца к Господу и просили исцелить тех людей, которых приносили или приводили. Ну и вот в данном случае вот это упоминание Марка как бы небрежно исцелял многих страдавших различными болезнями, изгнал бесов, все и не позволял бесам говорить. Вот это все свидетельствует о чем? О том, что Господь, конечно, с легкостью совершал чудеса. С другой стороны, что косвенно это указывает на то, что многие люди искали от Христа не того, ради чего он пришел, искали телесного вспоможения, но, несмотря на это, Господь все равно шел навстречу и людям помогал. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорит ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближнее селение города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Тоже очень несложное замечание, которое, во-первых, свидетельствует о том, что Господь наш Спаситель имел молитвенное правило. Рано утром, вставая, он молился в пустынном месте, то есть находясь наедине исключительно с Богом. Позже он сам даст эту очень важную заповедь. Ты же, когда молишься, зайди в клеть твою или в комнату, закрой за собой дверь и помолись отцу, который втайне. Ну, а Симон и бывшие с ним пошли за Господом, поскольку, видимо, люди надоедали апостолам с просьбой, чтобы учитель их помог им в исцелении. А Господь здесь, на первый взгляд, достаточно жестко отвечает. Мы пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Но в данном случае, вот это опять косвенно подтверждает, что все, что можно сказать и подтвердить учение, истинность своего учения чудесами, Господь делает. Но торопится, чтобы как можно больше людей услышали эту проповедь, и поэтому он уходит в другие города и селения. И проповедует, мы видим, в синагогах по всей Галилее и изгоняет бесов. То есть, с одной стороны, учение, с другой стороны, подтверждение истинности учения теми чудесами, которые Господь совершал. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним простер, руку коснулся его и сказал ему, хочу очистить. После сего слова, простите, проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас дослал его и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать происшедшим. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Вот в данном случае это третье описываемое чудо в Евангелии от Марка. Здесь говорится о прокаженном, который, явно нарушая законодательство ветхозаветное, которое очень четко регламентировало невозможность прокаженному войти в людское селение. Вот этот прокаженный нарушает в данном случае закон, входит в людское селение, приближается к Господу. И именно этим объясняется то, что после исцеления Господь строго посмотрит на человека, именно как нарушителя закона. А потом он прикажет этому человеку, чтобы тот пошел, показался священнику и принес повеленное Моисеем в законе. В данном случае Иисус, как Мессия, который пришел закон не нарушить, а исполнить, призывает этого человека все-таки исполнить то, что было повелено. Это очень важно именно как подчинение закону Божию. Но с другой стороны, Евангелие от Марка говорит нам о том, что Господь у милосердия над этим человеком. Ну и сама по себе просьба человека тоже не может быть нами здесь как бы не рассмотрена. Человек очень интересно формулирует свою просьбу. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. То есть мы видим, что в данном случае прокаженный не сомневается абсолютно в том, что Господь это может сделать. Все дело только в желании Господа, и поэтому обращается так, можешь меня очистить. И очень важно, что здесь уже через усты, уста этого человека, Господь свидетельствует о своем всемогуществе, о своем божественном достоинстве. Он не говорит очистись. Он не молится, как говорит Златоуст, к Отцу и просит очисти его, но произносит перед всеми так, хочу очистись. И в данном случае вот это исповедание прокаженного божественного достоинства Спасителя становится, по сути дела, уже исповеданием самого Христа о себе, как об истинном Боге, пришедшем во плоти. Ну и тотчас после этого слова проказа сходит с человека, и он становится чистым. То есть здесь, со всей очевидностью, перед глазами множество людей, свидетельство о своем равночестии с Богом Отцом подтверждается вот этим великим чудом, которое именно мы называем чудо очищения прокаженного. Теперь вопрос, почему Господь запрещает человеку рассказывать о том, что случилось. Толкователи говорят о том, что это есть предупреждение от тщеславия этого человека. Так устроен человек, что вроде бы рассказывая чуде Божиим, чаще всего он выставляет свои способности и достоинства того, что был посещен Богом и исцелился. Вот от тщеславия Господь всякого человека предохраняет, зная, что по сути дела об этом чуде, конечно, найдется кому объективно рассказать. Ну, мы видим, что правда этого не получается у человека. Выйдя, он провозглашает и рассказывает о происшедшем. Но в данном случае, конечно, само по себе это событие свидетельствовало о мессианском достоинстве Иисуса. И вот это выражение «не мог уже явно войти в город, он находился вне в местах пустынных». Конечно, говорит нам о чем? Господь, понимая, что люди ищут от него телесного вспоможения, что их на самом деле мало интересует то учение, ради которого он пришел и которое принес, учение о спасении вечности, учение об очищении от греха, учение о покаянии. Господь в данном случае понимает, что его нахождение долгое среди людей, которые ищут только телесного вспоможения, будет грозить ему обязательно преждевременными опасностями. На данный момент, то есть в начале общественного служения, он их допустить не может, и поэтому удаляется в пустынные места. Вот так немножко мы и разобрали первую главу Евангелия от Марка. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok